я приветствую вас на курсе государственная муниципальная служба в российской федерации мы с вами поэтапно по лекционно идем по этому курсу и сегодня мы с вами дошли до очень знаете эта тема не то что очень сложная она сверх сложная эта тема есть во всех юридических дисциплинах вот чтобы вы не изучали уголовное право конституционное право административное право везде есть такая тема и всегда все студенты я в свое время плевался от этой темы потому что кажется что да такая тема но когда ее смотришь и понимаешь что там во-первых запоминать много а во вторых не знаешь зачем все это запоминаешь эта тема принципы построения государственной и муниципальной службы речь будет сегодня идти о принципах и у нас будут следующие вопросы сегодня будет четыре вопроса первый вопрос это принципы построения принципов государственной муниципальной службы но этот автология но я объясню как она работает во вторых мы с вами рассмотрим так называемые общие принципы государственной муниципальной службы 3 вопрос это систему образующие принципы государственной муниципальной службы и завершим мы с вами специальными принципами государственной муниципальные службы итак тема сегодня принципы и мы должны понять во-первых что это такое а во вторых как это нам с вами может пригодиться в жизни вообще и в государственной муниципальной службе в частности. Итак, давайте пойдем. Итак, какие же принципы? Какие принципы построения принципов государственной муниципальной службы? Ну, надо исходить из этимологии этого слова. Это латинское слово «principas». «Principas» — это, ну, или «prima» в современном итальянском языке. «Prim» — это первый, один. Это то, что стоит в основании. То, на чем все основывается. И, казалось бы, ну, классно, да, вот узнать, что на чем стоит. Потому что, если вы знаете, на чем все основано, вы потом остальное можете вывести логически. Но в том-то и кроется проблема. А это надо понять. Надо понять, как работать с принципами. И я дам вам сегодня технологию, как понять принципы вообще и принципы государственной муниципальной службы в частности. И первое, скажу такое общее, которое есть во всех учебниках, это так называемая системообразующая функция принципов. Идея такая. Есть система. Вот вы видите на экране систему государственной муниципальной службы. Это система пирамида. Это значит, это система иерархически выстроенная. И нам надо понять, как эта система вообще выстраивается. А выстраивается она при помощи принципов. Принципы – это системообразующие факторы создания системы. Но вот смотрите, по-простому. Вот есть какие-то элементы, из которых состоит вот эта система. Но как эти элементы попадают внутрь системы? Они попадают туда, исходя из принципов. Если подходит под принципы этой системы, элемент входит. Не подходит – не входит. И так система выстраивается при помощи принципов. Еще есть такая особенность принципов. А это то, что, знаете, они могут даже не проговариваться. То есть юристы могут даже их не говорить. Но мы все их, как законы логики, подсознательно понимаем. И их используем. То есть если вы даже не знаете принципы, они все равно на вас действуют. И вот сегодня мы просто побачим, буквально увидим своим взором эти принципы. Это самый простой принцип принципов. Теперь посложнее. Надо сосредоточиться и понять кое-что. Возможно, это изменит вашу картину мира, поломает вообще. Вы больше не сможете мыслить так, как вы мыслили раньше. Это так называемая антиномичность принципов. Антиномичность. Антиномия. Ну, номос – это имя. Анти – против. Противоимя. Что это значит? Это значит страшная вещь. Что любая истина, чтобы таковой быть, ей противостоит другая истина. И обе они истинны. Это, конечно, нарушение второго закона логики. Но так работает. Это называется антиномия. Ну, например, чтобы был свет, нужна тьма. Но свет же не может быть без тьмы. И наоборот. Чтобы было добро, необходимо зло. Так и принципы. Принципы – это такой же категории слова. И они тоже антиномичны. И любому принципу построения системы государственной и муниципальной службы противостоит ему антиномичный принцип. Что значит противостоит? Он ему, во-первых, противоречит. А во-вторых, он его поддерживает. Потому что они не могут существовать друг без друга. Но чуть позже, когда я буду раскрывать отдельные принципы, мы это увидим. Следующий принцип построения принципов или существования принципов – это конфликтность. Ну, конфликтность вроде следует из антиномичности. Принципы всегда конфликтуют друг с другом. Они всегда вот на ножах. То есть добро всегда конфликтует со злом, свет с тьмой. И принципы – так же конфликт этот происходит. Что это значит? Что это значит конфликт? Они не могут ужиться друг с другом. То один перевешивает, то другой перевешивает. Как это работает в праве? Право, напоминаю, что символ права – это богиня Фемида. Это богиня, у которой в руках весы. Это значит, что, представьте себе, на этих весах им расположены антиномичные принципы. И, как правило, что-то перевешивает. А право что делает? Она догружает легкую, легкий принцип чем-то и выравнивает систему, делает справедливо. Принципы всегда необходимо выстраивать, чтобы они были справедливые, чтобы они были одинаковые. Опять же, ну, например, если вам сильно, вот как мне сейчас светят в лицо вот эти софиты, то хорошо бы, конечно, немножко притушить. Ну, если это возможно. То есть, необходимо чуть-чуть тьмы. Потому что человек не может вечно находиться на свету. И вот этот баланс – это и есть балансирование принципов устройства государственной муниципальной службы и принципов вообще. Ну и последнее. Последний принцип принципов заключается в тайне. Дело в том, что если одному принципу противостоит другой, а этот принцип является ценностью, например, мы будем говорить с вами о принципе законности. Законность, законность. Или права человека. Права человека превыше всего. Но ведь, если есть права человека, значит, есть там какой-то принцип, противоречащий ему. И он стыдный как бы, но он противоречит. Он есть, но мы его боимся даже назвать. И он скрытый. И нам придется с вами этот принцип вскрыть опять. То есть, вскрыть и его увидеть. То есть, мы сегодня с вами увидим раньше невидимое. Ну и последнее. В этом вопросе я дам классификацию. Где мы берем эти принципы? Ну, здесь легко. Нам, юристам, легко. Все, что записано в законе, то и есть, то и сущее. И есть закон. Соответственно, мы с вами говорили про источники построения, про источники построения системы государственной муниципальной службы. И там, в этом законе, в статье, даны прям перечень. Вот прям очень удобно, знаете, при перечне принципов. Они прям друг за дружкой стоят. Ну, на сегодняшний день их девять. И они могут быть уменьшаться, увеличиваться. Но вот сейчас девять. И мы с вами эти девять принципов, по ним пройдемся. Но мы сделаем две вещи. Первую вещь. Мы будем находить каждому принципу, противопринцип, антиномичный принцип. Чтобы понять принцип законности, надо понять другой принцип, который противостоит. Чтобы понять принцип примата, прав и свобод человека и гражданина, надо понять другой принцип. Мы сделаем антиномии. Ну, знаете, где что конфликтно, то хорошо запоминается. Это вам поможет запомнить эти принципы. Вот кровь из носу, девять принципов вы должны будете знать после этого занятия. И еще что мы будем делать? Мы разобьем эти принципы на три части. Девять многовато. Девять за раз запомнить просто невозможно. И вообще запомнить очень трудно. Мы разобьем эти принципы на три части. Вот перед вами эти девять принципов. И мы их будем делить на три группы. Два принципа мы так называемые, назовем это общесистемные принципы, или общие принципы, по сравнению государственной и муниципальной службы. Вторая группа, у нас в второй группе будет три принципа. Мы отнесем, назовем их, системообразующие принципы. И третья группа, состоящая из четырех принципов, мы назовем специальные принципы государственной и муниципальной службы. Итак, наша сегодня задача. Первое. Увидеть и понять, что такое принцип. Глоссарий наш. Первое слово, которое я очень рекомендую в свой лексикон ввести, это так называемая антинамичность. Затем системообразуемость. Системообразуемость. То есть принципы помогают системе образоваться. И три группы принципов вам надо запомнить. Это общие принципы, это системообразующие принципы, и это специальные принципы. Итак, слова есть. И мы можем с вами сейчас, ну буквально через определенное время, узнать, а что же является выше, выше, иногда важнее, чем права и свобода человека и гражданина. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!